Азербайджанцы, проживающие в Европе, собираются около памятника на Атаван в городе Эвиан-Лебен, чтобы выразить свое недовольство актами вандализма, которым подвергся памятник. На месте проведения акции находится мой коллега Мурат Ахундов. Он выходит на прямую связь со студией прямо сейчас. Здравствуй, Мурат, тебе слово. Добрый день, Лили. Мы находимся в городе Эвиан-Лебен. Здесь я напомню телезрителям, что несколько недель назад был совершен акт вандализма против памятника великой азербайджанской поэтессии Хошитбану на Атаван. Именно здесь в 2017 году был открыт этот памятник, в 2015 году между городом Эсмайлы и Эвиан-Лебен была подписана хартия о дружбе. Затем был разбит парк Азербайджана. Здесь, в маленьком городке Эвиан-Лебен, на берегу Женевского озера. И примечательно, что после Второй Карабахской войны, в ходе которого Франция открыто поддержала Армению и выступала с предвзятыми заявлениями в адрес Азербайджана, нелогичными и порой даже предвзятыми и провокационными заявлениями в адрес Азербайджана, примечательно, что в декабре прошлого года здесь был совершен акт вандализма против памятника на Атаван. Это является очередным показателем того, что вопрос культурных памятников, даже вопрос культурных памятников и культурные памятники тоже политизированы. И несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, пока что мы не видим, что город Эвиан, мэрия города Эвиан, собирается каким-то образом реставрировать этот памятник и восстановить таблички, на которых указано, что именно здесь находится парк Азербайджана. В связи с этим, несколько дней назад была объявлена акция протеста, организованная азербайджанской диаспорой здесь, во Франции. И мы видим, что в 12.30 по местному времени, буквально через несколько минут начнется акция протеста, которая собирает и соберет азербайджанцев, которые проживают не только во Франции, но и в других странах Европы, в ближайших странах, городах. Сегодня рядом со мной находится политолог, юрист и один из организаторов этой акции протеста. Добрый день. Мы видим, что на протяжении больше, чем двух недель памятник все еще стоит. Мы говорили с мэрией. И сегодня состоится акция протеста. Что вы можете сказать об этом подробности? Значит, да, спасибо, хороший вопрос, Мурат. Мы на самом деле провели очень интересное наше расследование. Я, конечно, потом в эфирах Сибися в этом расскажу. Я думаю, что мы будем это обсуждать. И в других отелях мы сделали заявление, которое передали официальному представителю мэрии, директору административной службы. Кроме того, мы сделали коммунике и отправили всем представителям медиа и Франции. Значит, на сегодняшний день могу с полной уверенностью сказать, что то, что произошло, это акт вандализма, против которого возбуждено уголовное дело. По французским законам наказание предполагает два года лишения свободы и 300 тысяч евро штрафа, потому что памятник представляет собой историческую и архитектурную ценность, и он очень дорогой. И, значит, касательно заседания мэрии 18 декабря, ни в одном протоколе мэрии не отражено то, что там произошло. Вообще, то, что произошло, и это подтверждение официальное, которое мне вчера дали в мэрии, о том, что в повестке дня не стоял вообще никакой вопрос. Мэрия сегодня говорит, что хартия между городом Исмаилы и Авиан-Лебян не аннулирована, и название парка не сменено. То название, которое было предусмотрено, оно остается. И касательно реставрации памятника, они, значит, обещают, что будут делать все необходимое, чтобы реставровать. На самом деле, то, что произошло, это 18 декабря на заседании присутствовал, значит, журналист, журналюга, как его называют, вот этого местного издания Мессаже, которое оказалось проармянским элементом, и, значит, представители оппозиции вне повестки заседания мэрии стали задавать эти вопросы. Это была обычная дискуссия, которая потом выливалась в вот этот большой армянский фейк, и фактически дело приобретло большие пропорции. Мы, я лично разговариваю с представителями префектуры, разрешение на этот митинг было поучено с самого верха, потому что рассматривалось секретными службами Франции, в том числе представляемые угрозы общественного порядка. И мне было официально заявлено, что мы не представляем угрозы общественного порядка, и митинг был разрешен. Мы ожидаем других наших земляков, которые сейчас подойдут, и будет митинг. Что я хочу сказать в целом в резюме, значит, это информация, которая тоже мной проверена. Директор кабинета мэрии был уволен с работы. Я думаю, что об этом пока не разглашается. Но я думаю, что это напрямую связано с тем фейком, который был сделан. Но мы еще раз напрямую видим, как работает армянское лобби, и, значит, насколько оно сильное. И нам, естественно, нужно это принимать к сведению, и, значит, всегда быть на чеку, чтобы вот такие фейки больше не повторялись. Я, значит, мы в своем заявлении предложили мэру организовать круглый стол, и сказали, что как азербайджанская теаспора, как представители, мы готовы встретиться даже с представителями оппозиции, и объяснить, ответить на те вопросы, которые у них могут возникать. Но сегодня во Франции, я думаю, все, вплоть до нового премьер-министра и министра национального дела, который назначен, который, вы знаете, явно имеет симпатии к армянам, да, в отличие от Катрин Калана, но также с помощью нового министра культуры, Рашидадати, которая очень, значит, откровенно и очень всегда была, значит, сбалансирована и объективна по отношению к нам. Значит, я думаю, что во Франции все поняли, что такие, значит, посягательства армянского лобби на азербайджанское наследие не пройдут. Мы готовы защищать, в том числе, и наши культурные наследия во Франции. И я хочу сказать, знаете, сегодня, значит, армянское лобби ничего не добилось. Парк, как он назывался, парк Исмайлы или парк Азербайджан, он так и останется, это будет такое же название, памятник будет восстановлен. Мы предложили префектуре поставить специальную камеру, которая 360 градусов будет наблюдать, значит, за этой территорией. Я думаю, что второй такой акт вандализма не пройдет. Тем более участников, организаторов этого вандализма также подозревают в том, что они сожгли очень дорогой детский манеж, который находится недалеко отсюда, исторически, из дерева. И поэтому тоже возбуждено уголовное дело. Сейчас идет расследование с помощью городских камер, чтобы связать эти два события. Если выяснится, что, значит, вот эти элементы, да, индивиды, которые, значит, скорее всего, было несколько человек, организовали вот этот акт и вандализм, они будут арестованы и предстанут перед судом. Сегодня, опять-таки, пользуясь вот сегодняшним эфиром, опять-таки я знаю, что всегда мы даем вот эти месседжи. Азербайджанская диаспора во Франции разочарована в сегодняшнем состоянии отношений с Францией. Мы не раз об этом заявляли. Мы готовы все сделать для налаживания отношений. Это одно из наших требований во время сегодняшнего митинга, то, чтобы отношения между Азербайджаном и Францией нормализовались, и чтобы французские политики, журналюги и представители армянской диаспоры во Франции знали, что они не могут безнаказанно вмешиваться во внешнюю политику Франции и портить отношения между Францией и Азербайджаном, в том числе устраивать акты вандализма против Азербайджана, против памятника, потому что сегодня я скажу об этом на митинге, но могу сказать сразу зрителям CBC, всем, кто меня слушает, посягательство на память Хуршут Бануна Тавана – это посягательство на Азербайджан, это посягательство на Карабах, потому что это историческая память, это то, что дорого азербайджанскому народу, и это универсальные ценности, потому что Натаван – это светская женщина, которая вошла в историю и которая имела исторические связи с Францией, в частности с Александром Дюмой. Это надо уважать, это надо чтить, и я сегодня думаю, что Мерия, как сказал директор Мерии вчера, наш высокий высокобасальный чиновник Мерии, и даже представители оппозиции сегодня перед теми последствиями, которые вызвала вот эта дискуссия 18 октября, они очень сожалеют о том, что произошло, и сегодня Мерия имеет совершенно другую позицию, в том числе и местные власти, префектура и органы правопорядка. Вы можете констатировать с помощью ваших камер, что вокруг находятся наряды полиции усиленные, и мне было заявлено, что никаких провокаций, в том числе и со стороны кого-либо, на наш митинг не будет допущено, и любое посягательство будет пресечено, и посягатель будет немедленно арестован. Поэтому мы ждем наших сограждан, наших земляков, которые вот с минуты на минуту прибудут на место, и мы начнем митинг, все это я скажу, и будет выступление также. Спасибо большое, благодарю вас. Мы также ждем начало акции протеста, начало митинга. Здесь со мной был политолог, юрист из Франции, Заур Садык Байли. Я хочу констатировать один факт, как отметил наш респондент, наряды полиции с раннего утра, примерно с 11 утра уже находятся здесь. Они также поговорили с участниками акции, с организаторами акции, и заявили, что здесь будут охраняться люди, которые будут протестовать против акта вандализма, против памятника Хошетбану на Атаван. Также я хочу отметить, что несколько дней назад нам удалось поговорить с мэрией. Директор департамента по общим делам мэрии города Эвьян-Лэбен в интервью нам также рассказал, что памятник будет реставрирован, и сейчас мэрия ищет специалиста, который будет реставрировать этот памятник. Вчера во время подключения из столицы Франции, из города Парижа, мы также показали, как армянское лобби, армянская диаспора с участием мэрии города Париж, департамента Парижа, также организовала выставку прямо в центре Парижа, в центре площади Бастилия, где указаны фейковые и выдуманные названия городов и сел, а также другие провокационные названия, якобы, которые использовались во время того, как азербайджанские земли Карабах был оккупирован на протяжении 30 лет. Все это было нами показано, и, как мы уже заявили ранее, влияние армянского лобби во Франции велико, и не исключено, что и, вероятно, с большей долей вероятности, пока что виновные не нашлись, пока что, несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, мэрия города Эвьян заявила, что они обратились в полицию по поводу акта вандализма против памятника, против статуи на таван, но, несмотря на это, пока что виновные не нашлись, но с большей долей вероятностью это вновь дело рук армянского лобби, который имеет большие связи, к сожалению, и огромное влияние не только на Парижскую коммуну, не только в Марселе, но и во всех городах Франции, и в том числе на французскую политику. Мы на протяжении следующих трех часов будем здесь, в городе Эвьян-Лебен, снимать акцию протеста, также по мере возможности будем подключаться к прямым эфирам нашего телеканала, но пока что у меня все, я передаю слово вам. Благодарю, Мурат, будем ждать дальнейших новостей, и я напомню, что акцию азербайджанцев, проживающих в Европе во французском городе Эвьян-Лебен, отслеживает мой коллега Мурат Ахундов.